День пожилого человека в Беларуси – праздник яркий и долгожданный, особенно для виновников торжества. Хотя, глядя на них, понимаешь, что на так называемой пенсии жизнь только начинается. Кто-то активно занимается физической культурой, кто-то развивается доводческие способности, а кто-то открывает в себе новые таланты, как, например, Эмма Калиновская. В юные годы Эмма Ивановна увлекалась разного вида рукоделием, и только после выхода на пенсию женщина поняла, что лучше всего она умеет вышивать глазью. На первый взгляд, работы Эммы Калиновской похожи на картины, написанные кистью. И лишь приглядевшись, можно рассмотреть разноцветные нитки мулины и почувствовать те эмоции, которые женщина вложила в свое произведение искусства. Я занимаюсь в основном уже, когда на пенсию пошла. Раньше я так вышивала крестиком, а потом мне больше всего нравится гладь. А картинок таких, чтобы можно было откуда-то взять, их сейчас нету, все на крестике. И мне приходится их переделать, в этом и составляется трудность. Потому что я переношу на ткань контуры, а потом уже смотрю на картинку, подрисовываю, подбираю нитки. Еще одна участница красочной экспозиции – Светлана Тарасова. Работы женщины уже давно украшают интерьер домов не только Беларуси, но и Канады, Франции. Увлечение началось 10 лет назад, когда сестра Светланы Васильевны подарила женщине на день рождения маленькое бисерное деревце. Светлана Тарасова посмотрела и решила, что сможет сделать такую работу сама и даже лучше. Так увлечение переросло в настоящее профессиональное искусство. Я текстильщик по первой своей специальности. 30 лет я проработала на Коврово, директором учебного комбината. Но в 82-м году закончила второй институт. И я профессиональный менеджер. Преподавала маркетинг-менеджмент в университете БНТУ филиале Бреском. Преподавала в колледже сферы обслуживания. И вот это все творчество, а сет она Ковровый, мне дал вот такое направление, понимаете, вот этот стиль какой-то, вот именно какую-то моду. Я настолько усовершенствовала, никто не делает деревья, сочетая бисер, натуральные камни. И я стараюсь внести такую любовь в эти произведения, чтобы они дарили людям счастье. Экспозиции и мероприятия, которые проводятся в преддверии праздника, популярны и актуальны. Они собирают огромное количество неравнодушных к творчеству и культуре пожилых людей. Такие торжества для них – хороший повод встретиться, вспомнить молодые годы и, конечно же, обсудить насущные проблемы. Я отношусь к этому положительно. А почему? Потому что здесь мы встречаемся своими единомышленниками, с кем когда-то работали, с кем когда-то дружили, а потом судьба развела. И это очень прекрасно. Почему? Потому что здесь как-то чувствуешь себя со всеми по возрасту, со всеми наравне. А иногда даже чувствуешь себя и моложе. Очень важно. Очень важно, потому что мы чувствуем действительно внутри вот эту еще молодую душу. Понимаете? Ну и потом общение. Мы встречаемся здесь. Возможно, кого-то давно уже не видели. И вот это общение – это очень важно. И выставка, которая заставляет восхищаться талантом наших людей в таком уже возрасте – это, конечно, здорово очень. Спасибо за такой праздник, что есть такой праздник. Мы очень довольны. Мы про себя говорим, что это встреча с молодостью. И действительно, здесь побываешь, вырастают крылья, хочется летать, хочется еще дольше жить, хочется какую-то пользу приносить. В администрации Московского района понимают, что пожилые люди нуждаются в поддержке и особом внимании. Ведь именно они создали фундамент, на основании которого сегодня работает экономика, развиваются культура и искусство. В этот день пожилые люди Московского района города принимали самые искренние поздравления. Это мероприятие, оно не разовое, оно не раз в год. Практически в каждом мероприятии, которое мы проводим в Московском районе, участвуют люди старшего возраста. Мы в своей практической деятельности органы власти в Московском районе используем их жизненный опыт, их советы, рекомендации, активную гражданскую и общественную позицию при принятии любого управленческого решения. Я хочу пожелать всем крепкого здоровья, я хочу пожелать замечательного настроения, чтобы это было настроение не только в этот день, а чтобы оно было на протяжении всей жизни. На праздничном концерте, который ожидал гостей мероприятия после посещения выставки, было много приятных сюрпризов. Лучшие исполнители Брещины приехали поздравить главных виновников торжества с праздником. Также на мероприятии присутствовала пара, которая уже 60 лет живет душа в душу. Софья и Николай Порва знакомы со школьной скамьи. Он по образованию военный, она юрист. В торжественной обстановке платиновые юбиляры получили подарки от главы администрации и поделились со всеми секретом своего семейного счастья. В чем секрет нашего долголетия, жизни совместной? Это уважение друг к другу. Это воспитание детей. И после этого отдача детей, она настолько благоприятно сказывалась на нас, на наше здоровье, что до сих пор мы вместе и думаем, что еще немножко поживем. Пожилые люди – это носители жизненной мудрости, опыта, которыми они с удовольствием делятся с молодежью. И пусть на голове седые волоски, в душе лишь 20. Потому и сегодня они полны жизненной энергии, оптимизма и наполеоновских планов на будущее.